Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник. Тему этого вебинара я предлагаю выбрать вам в нашем телеграм-канале. Мы запустим голосование, предложим разные топики на выбор. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, соответственно, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, это неделя о ключевых, фундаментальных событиях. Если еще сделать прицел на текущую торговую сессию, в 12.25 по GMT ждем выступления представителя американского регулятора Бостича. Я бы не сказал то, что у него достаточно авторитета, чтобы как-то повлиять на рыночные настроения. Но поскольку мы с вами постоянно обсуждаем перспективы американской денежно-кредитной политики, я считаю, что каждый звоночек со стороны Федрезерва, каждый сигнал, каждое мнение нам необходимо учитывать. Потому что нужно конкретно и четко понимать, какого плана придерживается Федрезерв, что он будет делать с ключевой процентной ставкой, как он будет противостоять растущим рискам инфляционного давления. В 14.00 по GMT данные по рынку недвижимости. С рынком недвижимости США, собственно, так же, как и с другими секторами, в последнее время вообще нет никаких проблем. И чем больше сильных отчетов мы с вами получаем, тем больше у нас оснований говорить о том, что американская экономика все так же перегрета. Ну хорошо, может быть не так же, как в прошлом году, но все-таки есть сейчас заделы на динамичное экономическое восстановление и на сохранение на рынке тех самых условий, которые будут выступать триггерами для усиления инфляционного давления. И опять же, приходим к тому, как американский регулятор будет на все это реагировать. По другим отчетам в рамках этой недели будет очень много важной американской статистики. Завтра заказан товар длительного пользования, в четверг статистика по ВВП США и первичным заявкам на пособие по безработице. И закрывать неделю будем еще блоком данных по личным доходам и расходам, а также индексу расходов на личное потребление. То есть вот эти вот индикаторы, их напрямую можно будет разбирать с точки зрения их вклада в показатель инфляционного давления. Индекс доллара, друзья, 104.16. Это большая победа для всех покупателей. Мы вернули индекс американского доллара выше 104. И теперь ждем дополнительного фундаментального топлива для развития дальнейшей восходящей динамики. У меня, как и раньше, нет сомнений в том, что доллар пойдет к отметке 105 и потенциально даже выше. И с этими длинными позициями мы с вами будем работать, вероятно, даже до июньского заседания, когда американский регулятор может согласовать первое за долгое время снижение ключевой процентной ставки. До июня еще очень много времени. Возможно, настроение не изменится, но мы с вами обсуждаем рынок практически каждый день. И, соответственно, можем держать руку на пульсе, если будут какие-то сигналы о том, что это долгожданное смягчение американской денежной политики может произойти раньше. Мы обязательно на все это среагируем. Индекс доллара получил хорошую поддержку не в моменте, но спустя сутки после заседания Федрезерва. Опять же, американский регулятор в соответствии с ожиданиями оставил процентную ставку на уровне 5,5%. Все те тезисы, комментарии и заявления, которые были сделаны, это уже знакомые нам фразы о том, что все зависит от макроэкономических данных, что решение по процентной ставке не принимается заранее. То, что американский регулятор всецело полагается на ту работу, опирается, которую он ведет с борьбой с инфляцией. И до тех пор, пока цель по инфляции в 2% не будет достигнута, американский регулятор не будет поддерживать идею того, что политику нужно смягчать и смягчать. Больше, наверное, даже поддержки для длинных позиций по доллару мы увидели в пересмотренных прогнозах экономического роста на этот год с 1,4% до 2%. И в том факте, что американский регулятор допускает то, что инфляция все-таки будет выше, чем прогнозировалось ранее. Прошлый прогноз на 2024 год, то, что инфляция стабилизируется в районе 2,4%. Сейчас это уже значение 2,6%. А после того, как месяц назад мы увидели то, что индекс потребительских цен вырос в годовом выражении, я допускаю, что эта цель 2,6% может оказаться недостижимой. И американскому регулятору придется признавать тот факт, что инфляция оказалась более устойчивой. И, значит, делаем вывод о том, что потенциально где-то там в период между маем и июнем мы с вами, конечно же, задумаемся о том, есть ли, например, условия для того, чтобы американский регулятор удерживал ставку на высоком уровне еще более длительный период времени. Ну, если условия для этого будут, мы, конечно же, обсудим. А пока опираемся на жесткую риторику руководства Федеризерва, на сильные макроэкономические отчеты, индексы PMI, заявки на пособие по безработице, на сильный рынок недвижимости и удерживаем эти фланговые сделки по индексу доллара с целями 105 и выше. Золото 2164 доллара за трость консу удалось довольно неплохо зашортить этот инструмент с локальных максимумов. Я по-прежнему держиваю на шарты индекс настроений пока 50 на 50, опираемся на фундаменты. Если золото в ближайшей торговой сессии продавят ниже отметки 2150, буду увеличивать эти короткие позиции. Но пока не вижу возможности того, чтобы покупатели вернулись на рынок и перехватили инициативу, например, у покупателей доллара. Здесь, конечно же, позиции вторых куда более сильные. Европейская валюта против доллара 1,08. В соответствии с прогнозом распродажи евро продолжаются. В пятницу данные по бизнес-оптимизму АИФО оказались лучше, чем ожидали эксперты. Но в целом, вы знаете, если анализировать какие-то подкомпоненты, все равно видно, что бизнес-условия ухудшились и есть риск того, что немецкая экономика останется в состоянии рецессии более продолжительный период времени. Глава немецкого центрального банка Иохим Нагель признал, что прогресс снижения инфляции оказался более значительным, чем ожидалось. И допустил то, что Европейский центральный банк может приступить к смягчению экономической политики раньше Федерезерва, то есть раньше июня. Я точно придерживаюсь такого сценария, считаю, что это неизбежно. Поэтому много раз вам говорил, что на контрасте монетарных политик евро точно останется аутсайдером рынка и может претендовать на движение даже к отметке 1.06 или 1.05. Британская валюта против доллара 1.26 текущей котировки. Я все-таки решил дать фунту еще один шанс порадовать тех, кто им торгует, ну в частности себя. Открыв короткую позицию, учитывая то, что рыночный сантимент сейчас свидетельствует о том, что 80% трейдеров в покупках, плохие данные по рыночным продажам, в годовом выражении спад на 0,4%. Ждем также блок статистики еще и на этой неделе. И, конечно же, решение Банка Англии. Оставить процентную ставку на прежнем уровне 5.25%, но при этом Банк Англии допустил, что из-за резкого снижения инфляции снижение экономической политики может начаться не в конце этого года, как мы предполагали до этого. Собственно, такая риторика стала причиной агрессивных распродаж британца в прошлый четверг. И думаю, что до уровня 1.25 и ниже мы можем добраться. Доллар иена 151.44. Здесь я игнорирую фундаментальный фон и полагаюсь на сантимент, потому что перекос существенный. 15% трейдеров в покупках и 85% в продажах. Меня пока сдерживают от того, чтобы открыть короткие позиции. Но здесь ремарка. Если вам интересна эта валютная пара на долгосрок, здесь, да, нужно уже шортить, потому что Банк Япония начал менять экономическую политику и, наконец-таки, повысил процентную ставку. Но если хотите еще потенциально рискованно снять сливки с этой сделки, может быть пара, я, собственно, придерживаюсь такого сценария, в ближайшие дни протестирует 153 и может оказаться даже выше. Американский фондовый рынок без изменений, исторические максимумы, но около того. Рядом с ними мы топчемся по S&P 5300, цель 5500, все еще актуально. По биткоину прогноз оптимистичный, до халвинга есть еще несколько недель и, возможно, снова движение выше 70 тысяч. И рынок нефти пока без сделок, если будут рекомендации с учетом обновленного новостного фона, я обязательно вам подскажу. Но на данный момент каких-то новостей по непосредственной нефтянке нет. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!